В Арктике продолжается генеральная уборка. С прибрежных территорий уже собрали более 10 тысяч тонн металлолома. Глобальная очистка от крупного железного мусора сейчас ведется в поселке Амдрама и на острове Калгуев. В общей сложности на этих территориях предстоит рекультивировать порядка 150 тысяч гектаров. Подробности в материале наших коллег. К арктическому острову добираемся на вертолете. С воздуха масштабы загрязнения просматриваются более отчетливо. Омываемые водами Северного Ледовитого океана эти земли расположены в 80 километрах от материка. Общая площадь Калгуева около 350 тысяч гектаров. Из них 50 тысяч еще летом этого года были буквально усыпаны металлоломом. Генеральные уборки арктических земель приступили в начале августа. На уборке острова у нас задействованы 5 единиц техники. Это 2 КАМАЗа самосвала, КАМАЗ-манипулятор, 2 экскаватора и порядка 30 человек рабочих. В основном все скомпление металлолома находится в береговой линии. Экскаваторы выкапывают что-то, манипулятор подбирает. Это все грузится в самосвалы, перерабатывается рабочими и складируется вот на этой площадке. При очистке прибрежной полосы используется сплошной метод. То есть собираются не только большие конструкции, но и весь остальной лом. Начиная от мотков проволоки и гвоздей и заканчивая старой спецтехникой и хозяйственными постройками. Такое наследство оставили геологоразведчики, которые занимались исследованием острова в 80-х годах прошлого столетия. В этой огромной груди около 10 тысяч тонн металлолома. Его собрали на прибрежной территории площадью более 30 тысяч гектаров. Весь этот мусор будут вывозить отсюда по морю. За месяц с небольшим на Колгуеве рекультивировали 60% загрязненных земель. Остальное доделают в навигацию 2018-го. Весь металл будет использован вторично. Его пустит в переработку компания, которая и занимается уборкой Арктики. Металлический лом имеет свою цену. Мы все просчитали, все риски. Попытаемся очистить без помощи федерального бюджета. Еще один объект, попавший в поле зрения санитаров Арктики – город призрак Андерма. Этот населенный пункт еще называют Полярной Припятью. Когда-то здесь стоял авиационный полк, работали полярные лаборатории и добывали флюорид, который использовался в металлургии и химической промышленности. В 90-е годы военные покинули Амдерминский гарнизон. Следом за ними уехали и большинство остальных жителей. Фронт работ по рекультивации здесь внушительный. Объем металлолома, который остался от прошлых хозяйственников – более 100 тысяч тонн. Очень масштабная компания. У нас в округе, я не помню, что ввелось, вот ввелось на таком уровне. Поэтому год экологии, уборка арктической зоны Российской Федерации, уборка впечатляет. В ближайшее время из прибрежного поселка соберут и вывезут порядка 15 тысяч тонн. Остальное будет планомерно собираться с территории поселка в ходе следующих навигаций. Полностью очистить Амдерму от железного мусора планируют к 2020 году.